Они не слышат поддержки трибун и зрительских аплодисментов, но это не мешает им ставить спортивные рекорды и завоевывать медали. Накануне представители Чувашии вернулись сурд-олимпиады. На перроне спортсменов встретила и наша съемочная группа. Этот поезд привез чебоксары не просто участников, а чемпионов 22-х летних сурдо-олимпийских игр. Крупнейшие в мире соревнования среди спортсменов с поражением слуха прошли в столице Болгарии. Кстати, вполне успешный для российской сборной. Немало поспособствовали этому успеху и чувашские спортсмены. Так на счету Андрея Андреева бронза в беге на 1500 метров и серебро на дистанции в 800 метров. Обскакал конкурентов еще один наш легкоатлет Иван Пакин. В прыжках в длину он стал вторым. Выполнили план, установили личный рекорд, взяли медаль, показали себя на олимпиаде, показали соперникам. Они теперь будут бояться на следующей олимпиаде. Вера родителей, вот эта вот любовь, поддержка, а все вот это помогло мне выступить. И поддержка тренера, естественно. Она переживала больше всех. Кроме того, общую российскую копилку медали чувашские спортсмены пополнили бронзы в смешанном парном турнире по бадминтону. Два человека, которые сегодня приехали, еще у нас две девчонки участвовали. Хочу сказать, что наш регион всегда довольно успешно представляется, защищает честь сборной страны. И надеемся, что в следующей Сурд-Олимпиаде наше представительство в составе сборной России будет и по количеству, и по качеству еще более лучшим. И, конечно, диапазон видов спорта мы уверены, что будем расширять. Впереди у ребят отдых, новые тренировки и курс на золото. Ольга Пырочкина, Алексей Иванов, Андрей Шоклев, Республика.